В 84 регионах России стартовал отборочный этап национального чемпионата «Обилимпикс-2023». От Ульяновской области в нем участвует 20 конкурсантов. Это специалисты, школьники, студенты среднего профессионального образования соревнуются в 17 из 47 доступных компетенций. Студенты от прошлого года очень сильно отличаются. Почему? Потому что с большим желанием, энтузиазмом приняли участие в региональном чемпионате. Ну и, соответственно, когда узнали, что будет проходить отбор национальный чемпионат, точно так же все с большой активностью начали принимать участие в подготовке и в дальнейшем представлять именно нашу Ульяновскую область. Лучшего от региона в компетенции дошкольное образование определяют в стенах социально-педагогического колледжа. За выход на национальный этап сражаются 11 человек. Ульяновскую область представляет девятиклассница Виктория Лысова. Будет демонстрировать нам фрагмент занятия, дидактическая игра по окружающему миру. Будет использовать ИКТ-оборудование, панель, с панелью обязательно это условие, и элементы продуктивных видов деятельности. Это первый мой раз. Началось все это в школе. У нас был, получается, сбор детей на вот эти вот конкурсы. Я решила попробовать, почему бы и нет. Мне вообще очень нравятся маленькие детишки. Они очень такие милые, хорошие. Я когда вырасту, я поступлю сюда и, наверное, пойду учителем младших классов. Чемпионат – это хорошая возможность показать уже наработанные профессиональные умения и таланты. Точно-дистанционный отбор в финальную часть Абилимпикса завершается 29 сентября. Итоги национального чемпионата подведут с 20 по 23 октября в Москве. Около ста ульяновцев стали участниками Всероссийского педагогического диктанта. Участники – учителя, студенты педуниверситета и педагогических колледжей региона, а также ученики профильных классов. В год педагога и наставника акция прошла на базе УЛГПУ. Участие в диктанте я принимаю впервые. Мне очень интересна педагогика, моя профессия. И сегодня я бы хотела отразить свои мысли, свои идеи. А внедрение новых техник в обучение детей, как можно их применять на практике, например, игротехника. Тема диктанта текущего года – педагогические идеи прошлого, определяющие будущее. Учителя и будущие педагоги проверили свои знания трудов Константина Ушинского. Его считают основоположником научной педагогики. Участники диктанта провели работу с кейсом, состоящим из текста «Отрывка» произведения российского педагога 19-го столетия. В этом году исполнится 200 лет со дня рождения Ушинского. Это не просто знакомство с текстом Константина Дмитриевича Ушинского, а размышления. И вопросы будут построены именно таким образом, чтобы те идеи, которые были положены родоначальникам российской педагогики, как они сейчас применяются на практике. Обучающимся просто давали знания. Константин Дмитриевич Ушинский обратил внимание на тот факт, что помимо того, что знания должны даваться, знания должны и приобретаться самостоятельно. Вот именно этот принцип самостоятельности в изучении материала и лежит в основе современной педагогики. Напомню, что оператором проекта «Педагогический диктант 2023» является Центр просветительских инициатив Министерства просвещения России. Свои результаты участники акции узнают не позднее 22 октября.